Здесь каждый мужчина в расцвете сил. Средний возраст 30 лет. В ближайшие минуты им нужно доказать свою отличную спортивную форму. Сержант Аврам. У каждого за плечами армии уже есть воинское звание. Эти 15 человек – претенденты на работу в профессиональной армии. Нормативы для этого сдать несложно. Усиленно тренироваться для этого нет необходимости. Достаточно будет даже какой-то утренней физической зарядки. С утра выйти во двор, подтянуться. Этот стадион каждый вторник становится площадкой для отбора. Пункт по поиску контрактников работает уже год. За это время из 350 претендентов выбрали 150. И с каждым месяцем количество желающих служить возрастает. У них не должно быть судимостей. И образование. Вплоть до вчерашнего дня мы от 11 классов и высшее, допустим, среднее образование и высшее образование принимали граждан запасы. Сейчас мы можем принимать на первичные должности граждан с 9 классами. Подтягивания, забег на короткую и длинную дистанции. В профессиональную армию знают, зачем бегут. Впереди социальные гарантии. Пенсия через 20 лет, бесплатное жилье, получение высшего образования, одежда. Могу на своем примере сказать. Из гардероба у меня немного гражданских вещей, потому что армия мне дает форму. И полевую, и повседневную. То есть есть нормы снабжения. Я обеспечиваюсь. Сегодня нормативы сдали все. После они разъезжаются по всей России. Часть остается в Тюмени, кто-то едет в Екатеринбург. Особые романтики во Владивосток или на Кавказ. У контрактников есть выбор. Вообще мне с детства это нравится. Военное все. Хотел стать офицером, но не получилось по определенным обстоятельствам. Сейчас решил попробовать в качестве сержанта хотя бы. Контрактная служба стала приличать и женщин за год. Уже три представительницы из Тюмени ушли в войска. Но это пока исключение. Армии все-таки нужны мужчины. Марина Климович, Дмитрий Ларичев, Сибинформбюро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова